Добрый день! У нас на нашей земле не соскутится. То, что вытворяют люди о разрушении всего, что создано мирозданием, что мы могли здесь жить, не удивится. Я уже ранее говорил, предсказывал о том, что произойдет с погодой на Алтае, потому что те ПРО США, получившие наследство от Тесла, магнитные поля могут запускать, но управлять им не могут. Что творить сейчас на Китае, трудно предсказать, но, думаю, там важно. А вот поля магнитные, они имеют свойство мигрировать туда, где им, как говорится, удобнее. Разрушившись уже, совершившись какие-то действия, они ищут, где еще их можно совершить, разрушить. Что? Это их функция разрушения. Ничего удивительного в этом не было. Вот так. Вы помните, что было затопление на Амуре, в связи с тем, что в Китае страшные осадки были? И после этого был уже Алтай, а я это предсказывал. Значит, после Алтая, Кавказ и Альпы. Но не завидую Сочи, потому что что-то может дальше происходить, сказать трудно. Но будет, безусловно, системное разрешение работы. И дальше вы сами видите, что творится в Европе. Без американцев там я обошелся. Вот такая вот у нас жизнь, где человек является своим врагом дальнейшей жизни. И ничего удивительного в этом нет. Потому что Рокфеллер, который, в общем-то, потенциально является основной точкой опоры зла на Земле, естественно, в Америке. В Америке не позавидуются твориться. Это их работа. Ну, все зависит от людей. Если люди объединятся, то Рокфеллеров будет очень тяжело. И не помогут им и то, что они фактически руководят ПРС, Федеральные резервные службы, Федей, в простонародье. И поэтому сливают громадные деньги на разрушение всего, что можно, создавая хаос на Земле, разрушая то, что уже построено и жизненно. И жизнь там намного лучше, чем в Америке. Вот такие вот обстоятельства у нас с вами. Ну, я предсказывал и сейчас говорю, что обратите внимание на американское неуправляемое что они как ПРО смогут сделать, очень маловероятно. Но то, что они разрушат все, что можно, что с ремутацией на Земле, это факт. Ну, скажите им спасибо за их заботу о вас. Здоровья вам, счастья и начинайте объединяться. И именно это является основным на данный момент этапом борьбы человечества на Земле. Здоровья вам, удачи, Божьей помощи. И заботитесь о том, что на Земле, как говорится, шло положительное развитие, а не то, что какие-то там хам 99-летний, который сына своего убил. Ричерка, великолепного парня, всем по обстоятельствам, человека достойного. Что от него ожидать тогда вам? Беритесь за ум, объединяйтесь, а не ищите поводов для каких-то конфронтаций глупых. И не забывайте, что у нас Россия. Здоровья вам все раз. Здоровья, здоровья.